Продолжаем тему программ и трехмерного сознания. Многие уроки перекликаются и здесь все действия человека контролируются этими программами, которые управляются тоже определенными программами. Жизнь нечеловеческого уровня. И поэтому понимается это все сложно, особенно в действии, особенно когда человек как-то познает мир, учится именно в познании себя и в управлении собой. А я это как бы такое многомерное, многослойное, многоуровневое существо. Где я, это там, ну до него, да я дойти весьма и весьма. Через десятки лет, скажем так, пути, которые мы неоднократно рассматривали, как они идут периодами и где человек формируется как некий такой, с одной стороны экспериментальный объект. С другой стороны, дана возможность тем, кому дана выйти на уровень вот того человека свободного, творческого и живущего. Потому что мы сейчас увидим, как вот эта жизнь, где тело постепенно выводится на первое место, физическое, оно ценится, ну скажем так, автоматически более всего. Это программная ценность, но в то же время те, кто выходит на понятие человека как тонкая сущность, начиная с того же сознания, хотя это инструмент человека. Вот у них, у многих начинается физическое тело выстраиваться как приоритетное последним, потому что оно так и есть. Вот оно уплотнилось все, все эти субстанции уплотнились в физическое тело. Но оно автоматически, так как запрограммировано, начинает выдавать вот это программное поведение, которого начинают бояться тех, кто не может справляться. А кто не может справляться? Тот, кто сам. Вот здесь такие нюансы, приближенные к практике жизни. И поэтому здесь физическое тело в этом мире играет большую роль, ибо через его проявление проводится поток энергии. И есть категории людей, через которых его сознание программное, непрограммное, его поле проводится энергия, а тело просто потихоньку ущерпывается. Это и у низкочастотных эгрегоров темных, и у светлых, высокочастотных, ну и средних, серые. А тело продолжает усугубляться. И вот здесь в системе, которая предполагает структурное движение, это вот алхимическая система, это может быть даосская или какая-то другая, не знаю таких, просто как бы слышал, типа там древнеегипетская или кабалистическая, но это все касался их, но это очень как бы упрощенно. Я уже говорю, что вот даосская алхимическая система, это вот сто лет обучения. И это все движения тела, такие, при которых циркуляция энергии соответствует циркуляции движения энергии во внешнем пространстве. И какой энергии? И умение не вычерпывать свою энергию, а получать энергию, умение трансформировать и отдавать. В общем, очень много каких-то процессов. И где физическое тело имеет ценность, но оно как инструмент, то есть на приоритете оно стоит последним, но оно ценно. Вот здесь даос время совмещение противоположного происходит, ну и не ян, скажем так. Когда опять, повторяюсь, тело и внешние действия, они нужны, они ценны, но в приоритете они стоят на последнем месте. И в какой-то момент, проходя десятилетиями этот путь, все внешние действия уменьшаются. Вот как баланс. Постепенно переходя к внутреннему преобразованию более высоким частотам, больше действий становится на тонком плане. Поэтому здесь надо знать вот этот процесс правильного баланса. Увернемся. У нас есть несколько пунктов. Первый пункт – это формирование и закрепление вот этих программ трехмерного сознания. Вот три уровня сообразно в чакровой системе рассматриваем. Каждый уровень контролирует определенные темы. Они, естественно, не все. Но здесь очень интересный процесс, то, что вот средний уровень, эмоциональный, астральный, это контроль отношений всех. Это эмоции. Здесь очень интересный же ведь процесс. Когда в ментал человека подается, вот отсюда здесь программа основная по управлению работает. Вы помните, сгусток нервных окончаний, управление энергией, управление движениями. И здесь в интеллектуальном центре образуются различные ментальные схемы. Это могут быть какие-то плотные формы или более тонкие образы. Далее, в мозгу нейронные сети. Они обычно соответствуют тому, что здесь возникает. Это все программа. Пять органов чувств включаются. Начинается формирование через пространство восприятия внутри вот этих тем, которые включают эмоции, то есть ментал-информационный уровень включает эмоции, включается все, что заложено на этом уровне. И затем начинается движение физического тела. На этом уровне заложены эти темы. И вот здесь все очень непросто. То есть здесь формируется эго, которое, если человек активно запрограммирован, у него активная система, оно превращается в эгоцентризм из-за активных действий. И вот мы смотрим по левому каналу сознания, меридиан, где родовая энергия, информация, вот этот поток, и право, через которое человек проявляет, обычно это перетекает. Много индивидуально, но я говорю общее. Здесь формируется ПСУ, программа самоуничтожения. Здесь активность, программа самоуничтожения других. И когда у человека нет какого-то эгрегора или сильного родового эгрегора, который включает активность и ведет у него, у него вот эти темы, они здесь формируются, на этой стороне, они формируют эго, закрепляют его, которое на сердечном центре у нас и закрепляется в виде переживаний по всем темам в трехмерном сознании. Здесь записано, как формирование в сознании приоритетов, на которые происходят реакции и которые человек подтверждает. Это очень важно. Если нет реакции, просто идет звучание, нет подтверждения, неважно, позитивные или негативные. Если есть реакции, значит внутри, на внутреннем плане идет процесс закрепления. Если идет подтверждение, человек начинает дергаться, двигаться, эмоционировать, как-то напрягаться, постоянно повторение вот этих мыслей с напряжением, то происходит закрепление. Формирование всегда не человеком делается. И может быть в течение жизни подтверждаться, но обычно человек уже запакован этим миллионом программ. Есть некоторые кармические блок программы, врожденные заложены, даны на определенном центре и начинают раскручиваться похожие. Мы сейчас разберем какую-нибудь программу. То есть вот этот приоритет идет внушение ценности, этого, начинается к этому стремлению. Это все переходит через отношения, через выстраивание каких-то отношений. Мы помним, что вы просматривали, что отношения абсолютно разные. Есть внутреннее, внутреннего пространства восприятия, это вот семейные, какие-то родственные отношения, их тоже много. Внутренние отношения к самому себе и внешнего пространства, начиная с знакомой, коллеги, друзья, и так далее, администрации и прочее. Возникает желание. Желание – это информационная программа. То есть на интеллектуальном и на астральном уровне. На двух уровнях сознания возникает некая субстанция, которая может растекаться, течь, выплескиваться, двигать тело внутри. Если нет активной вот этой силы, она формирует ПСУ, программа самоуничтожения. И начинается вот через нижнюю про левую сторону сток дыра. Если достаточно активно, то у человека формируется дыра вот с этой стороны. Она может идти через соединение с кем-то, либо по самим каналам. В ногах. И образуется дыра, куда стекается энергия. И вот здесь происходит вот то, о чем был разговор, что на первом уровне физическое тело и здоровье физического тела – это как основа. Вот тосты произносят все. Ну, в основном всегда желают здоровья. Это самая болезненная тема. И здоровье – это один из показателей. То есть, не надо себя обманывать. Если человек, какой бы он ни был, болеет, ну, как минимум он в двойственном состоянии. Это многие занимаются, обращаются к какому-то творческому, духовному процессу, созидательному. Но тело, вот нижний уровень, отвечает за общее физическое состояние. Оно в низких частотах, оно в привязках. К родовому эгрегору, например, к какому-то социальному эгрегору. И вот здесь возникает вот та двойственность. Но двойственность-то в чем? На более тонком плане, плане сознания, там идут более высокие процессы, и энергетика раскручивается достаточно хорошо. А здесь тело поддерживает, если это позитивный процесс, позитивные эгрегоры, они поддерживают энергетику, но постепенно, медленно, но верно у человека происходит исчерпание, потому что нижние уровни сознания привязаны, и что очень важно, эта привязка поддерживается вниманием, стремлением, желанием, влечением и действиями человека. Когда человек реагирует на вот этот приоритет и ценность, еще раз, приоритет и ценность внешнего. Что у нас внешнего? Вот если человек начинает напрягаться, поддерживать и реагировать на что-то происходящее с физическим телом, в позитивном смысле, приобретает, или в негативном, теряет, у него вот эта программа, начинает усиливаться, начинает скапливаться негативная энергия. Дальше, что это еда, секс, по сути, это энергия и образ жизни. Здоровый, ну, как бы, я говорю, для тех, кто занимается, они же будут смотреть, а не те, кто ничего не хочет делать для себя, живет, на автомате, носит искусственную одежду, ест искусственную пищу, гамбургеры, вот эти все, и выезжает на природу, допустим, для того, чтобы, типа, подышать, туда энергия не заходит, потому что он далек от нее, он весь в мозгах и в телефоне где-то там, и комфорт, а комфорт, ну, вот человек занимается йогой, допустим, и у него комфорт лежать на гвозди, вот он считает, что если ему кто-то помешал в этом, или там медитирует, ему кто-то мешает, вот у него уже образуется программа, как бы он не занимался, в зависимости от тела и ПСУ, минусовая вот эта программа, где идет стекание. Если человек активно цепляется, будем говорить, цепляется, зависит, привязывается, строит приоритет, ценность, это все, это все одно и то же, идет напряжение, сгустка энергии, и она, энергия не двигается, и понижается частота вибраций, это технический процесс, начинается прорыв вниз, то есть для него это главное, и он поддерживает эти переживающие реакции, также связь с родственниками, значит, вот эта тема, эта тема, она начинает разрушать человека, то есть это все нормально, это все нормально, хоть способности, хоть известности, хоть пока себя, хоть власти, хоть отношения, все здесь, это нормально, и это нужно осуществлять, но мы же рассматриваем формирование, закрепление программ, то есть к этому легко, надо научиться относиться, легко, свободно и радостно, а не напрягаясь, а не напрягаясь, переживая, реагируя, я уже не говорю про эмоционирование, элементальные переживания, пережевывание, потому что любая программная реакция, она всегда, даже радость и веселье, она всегда затем вызовет низкочастотный выброс, если кто-то много смеется, тот долго плачет, как говорят, хорошо не радуйся, плохо не печалься, то есть это свободно, мы же люди, а человек-то, вот он, отсюда начинается, здесь все, что к телу относится, ну, как бы просто по уровню, когда точка сборки внимания опускается вниз, на первый уровень, второй, третий, вот это уже матрица, и вот здесь ребенок и материальные блага на этом уровне, вот те, кто зацепился за внешне, для него это личная собственность, это не человек, ребенок для него, и материальные блага не способ, чтобы свободно развиваться, это ребенок для него будет просто тело, просто для себя, эго, помним, эгоцентризм развивается, как звучали неоднократно, хочу вот родить для себя, ну, это вот программный бред темных эгрегоров, которые подчиняется, вот эта масса людей, для которых физические формы, материальные блага, комфорт, и тело, все это становится ценным, важным настолько, что их точка сборки сознания здесь, внизу, это биороботы, ими легко управляют, они могут быть очень умными, но этот ум очень ограничен, то есть, это программа, вот, и опять же, ребенок, который рассматривается не как тело, а как то, что свыше дано, как такое же существо, благо, это даны для того, чтобы человек мог свободно развивать себя и все вокруг, это совершенно другая история, так же, как работа и поведение, то есть, у человека работа, карьера, когда становится на первом месте, все то же самое срабатывает, поведение, движение, действие, если это главным становится, они должны быть нормальными, позитивными, эти действия, движение, поведение, все это, еще раз, повторяю все время, потому что, ну, как-то у людей вытекает, они не забывают и цепляются за что-то одно, потому что, только говорил о чем-то, почему-то забывают, но просто, напросто, поток, вот, идет, допустим, через меня, поток, а вот здесь работают программы, что-то проходит, а что-то не проходит, это мы после перерыва будем рассматривать, и вот эти программы, они не все перечислены, но в основном, как бы все, по идее, кто занимается, понимают, что есть вот этот плотный, проявленный план, есть отношения, они все идут через вот эти вот тонкие энергии, эмоции, либо просто, когда через человека начинают запускать энергию и затрагивать, и либо, если не идет, то этот человек его и не слышит, кто-то обращается к кому-то, а его и не слышит, потому что энергии нет, нет вот этого посыла, вообще никакого движения, все через движение энергии, ну и третий уровень, это же не просто темы, это жизнь, это как раз и включение, через эти темы у человека современного, достаточно умного, достаточно образованного, чтобы понимать, что происходит, вот здесь и начинаются вот эти процессы, которые постепенно переключают сознание на приоритет внешнего, человек, например, зацепленный за образование, за образование, в конечном итоге для него комфорт его тела или поведение человека станет самым главным в жизни, и он ничего не будет уже здесь ценить, так, ну, после перерыва посмотрим дальше, что же такое перекрестное пыление программное, программное,